Мало замеченное и недостаточно прокомментированное событие прошедшей недели, лично я считаю эпохальным. И именно поэтому этот свой блог я назвал «Чебурашка против Путина». И сейчас все объясню. На прошедшей неделе взорвалось в московском пенцентре. Нет, не переживайте, это не террористический акт наподобие 11 сентября в Нью-Йорке, хотя, как по мне, то это событие не меньшего масштаба и с очень далеко идущими последствиями. Пенцентр – это такое авторитетно-международное правозащитное сообщество пишущей российской братии. Название клуба Пен – аббревиатура от английских слов «поэтри», «поэт», «эссеист» и «новелист» или «романист». Складывается в слово «пен» – авторучка. Так вот, в этом самом писательском клубе нешуточные страсти. Они массово, писатели, интеллигенция массово покидает русский пенцентр. По некоторым заявлениям, подобного конфликта вообще не было в Международном клубе литераторов никогда. И что особенно приятно, смута в благородном писательском российском сообществе не из-за каких-нибудь хозяйственных или финансовых тяжб. Все куда глубже. И в частности, раскол идет по интеллектуальной линии. И даже, прямо скажем, в значительной степени по украинской интеллектуальной линии, по украинскому вопросу. Что у вас? Средствов нету? То есть, денег у вас не хватает? Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Среди покинувших пенцентра и громко хлопнувшей дверью немало крупных имен. О своем выходе из состава русского пенцентра заявили известный российский поэт, публицист, эсэист Лев Рубинштейн, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, поэтесса Ольга Седокова, переводчик-писатель, известный Борис Акунин, Владимир Войнович, Виктор Шендарович. Но лично меня в громком списке имен удивило и очень обрадовало одно с детства весьма дорогое. И на это я призываю вас обратить особое внимание. Среди взбунтовавшихся против путинской оккупации пенцентра, против подделок результатов выборов и возвращения в литературный клуб вполне советских методов работы, среди них восстал Эдуард Успенский. Для обделенного судьбой бедного поколения Google растолкую. Это тот, кто, к примеру, придумал таких кумиров моего детства, как крокодила Гену Чебурашку и Шипокляк, да еще и вместе с Матроскиным и дядей Федором в Простоквашино. Короче говоря, против засилия путинизма в пенцентре и, в частности, в поддержку правозащитной деятельности и не в последнюю очередь по украинскому вопросу, восстал Чебурашка. Чемоданы, чебуреки, чебоксары. Странно, никаких чебурашек нет. Значит, вы не будете со мной тружить? Почему? Будем, будем. Я научу тебя обязательно спиться. А я пускать мыльные пузыри. Вот пускать мыльные пузыри с точки зрения прокремлевских и писательских братьев, это, конечно, журналистам и писателям можно. Тогда претензий к авторам, блогерам, журналистам не будет. Но если окромя пузырей ты вдруг планируешь заняться чем-то добрым и, не дай бог, полезным, то у тебя, как в старые злые советские времена, конфликт с руководством пенцентра. Про кремлевские ребята, осуждающие писателей, вставших на защиту украинского режиссера Сенцова, слопотавшего 20, на минуточку, 20 лет строгого режима ни за что, вот в принципе, вот это все чекистское руководство писательского клуба дает несогласным мастерам слова старый совет старухи Шипокляк. Кто людям помогает, лишь тратит время зря, ха-ха, хорошими делами прославиться нельзя, ха-ха-ха-ха, поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шипокляк, как делает старуха по кличке Шипокляк. Конечно, здесь все не ново и все очень правильно. Ребятам-писателям, в соответствии с уже вековой традицией, воспевающим своим творчеством Кремль, его великие деяния, нужны не писатели, не оппозиционеры, не правозащитники, не благодетели. Им необходимы в стройных творческих рядах не чебурашки и их создатели, а послушные, дисциплинированные, тренированные крыски Лариски. Лариска, ко мне! Кстати, о старухе Шипокляк, простите, я не намекаю на возраст вашего нынешнего российского всего, должен напомнить, что голливудские ребята, снимавшие почти святой кино о вашем покорном слуге, признанное как раз год назад лучшим документальным проектом года в мире, так вот эти америкосы разглядели в мультике «Крокодил Гена», в персонажа бунтаря, и нынешнего выходца из пенцентра Успенского, они разглядели в старухе Шипокляк, страшно сказать, нынешнего кремлевского лидера. Стало быть, Эдуард Успенский еще в те годы, когда создавал образ чебурашки, распространял втихаря, вероятно, уже тогда работая на ЦРУ и ГАЗДЕ, под мультипликационным прикрытием распространял американское тлетворное влияние. Но не зря ведь у российского пенцентра, в Волгаве которого сфабриковав все, что можно, на недавних, как водится в России, псевдовыборах, усилились пропутинские ребятки. Не зря ведь у них возникли претензии к целому ряду российских писателей и оппозиционеров, ко всей этой пишущей братьи, защищающей, понимаешь, украинских деятелей-террористов, типа Сенцова. Это вы писали? Конечно, я. Я считаю, молодцы эти кремлевские барзописцы. Молодцы, что турнули всех этих обнаглевших нобелевских лауреатов. Бодрствуют. А то ведь смотри, несогласные, недобитки болотной площади, оранжистые. Да что там, я бы сказал прямо, бандеро-фашисты завелись, понимаешь, не где-нибудь во Львове, а прямо в столице, в российском пенцентре, расплодились и не подчиняются Кремлю. Несогласные они, понимаешь. Да, здорово. Здорово, а? Нет, не здорово. И даже очень глупо. Конечно, с Успенским КГБ явно не досмотрело в былые советские времена. Возможно, это была самая успешная операция ЦРУшников в истории СССР. Полагаю, именно из-за того, что Эдуард Успенский являлся организатором таких хитовых передач, как «Спокойной ночи, малыши», «Абвгдейка», «Радионяня». Именно поэтому, что среди популярных персонажей, придуманных им «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Кот Матроскин», «Дядя Федор», «Почтолен Песчкин», «Пес Шарик» и другие, вот именно из-за такого тлетворного влияния Запада и случилось то, что Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой века. Вот такие недобитки «Чебурашки» и развалили СССР. Не зря говорили в 37-м, больше трех не собираться, не пободрствовали, допустили слабину. И вот такие писаки, как Успенский, его трое из Простоквашино и довели всю до катастрофы. В общем, зря не доработали тогда последователи Дзержинского. Приютили, понимаешь, сами того не понимая гидру прямо на детских советских грудях. Возьмите меня к себе, житель. Я вам буду все охранять. Еще чего. Мы же сами нигде не живем. Ты к нам через год пробегай, когда мы хозяйством обозведемся. Спасибо вам. Настоящая, непрогибающаяся под КГБшников русская интеллигенция. Вы не согласные, не покорные, не молчащие. Вы и есть Россия. А всю эту шушеру имперскую, ФСБшную скоро сдует ветром. И, как написано у одного пророка в Писании, следа не останется от них. Раскол в российском пенцентре символичен. И лично я, и как отец 32 приемных детей в Украине, и как священник, хочу поблагодарить вас за этот поступок. Уверен, что вы, ребят, не зря ломаете в пенцентре свои копья, свои пены. Редактор субтитров А.Семкин